Только когда чувствуешь, что конец близок, начинаешь по-настоящему ценить время. Молодость нужно истратить на деньги, а затем уделить время их трате. Такова цена счастья. В этом я стараюсь убедить своих детей и внуков. Из интервью Джона Рокфеллера Чарльзу Форбсу. 15 сентября 1917 год. Знаете ли вы, что сегодня 15% американцев с легкостью выходят на пенсию в возрасте 35 лет? Добиваются они этого не благодаря социальному статусу, а с помощью движения Fire35. В наши дни тенденция раннего выхода на пенсию докатилась до Восточной Европы. Поэтому я решил выяснить, действительно ли среднестатистический человек может себе позволить забыть о работе после 35 лет. Только представьте, насколько будет прекрасна финансово-независимая жизнь в 40 лет. Никаких нагрузок и трудовых будней, только отдых и забота о себе. Как же достичь такого результата? Вы узнаете только в этом видео. В связи с этим советую досмотреть его до самого конца. Приветствую на канале Заметки Миллионера. Ваш путь к богатству начинается с нажатия на кнопку подписаться. Название движения Fire – это аббревиатура Financial Independence Retirely, то есть финансовая независимость и ранняя пенсия. Идея зарождения такой деятельности стала набирать обороты в США после того, как там в 1992 году вышла книга Вики Робина и Джо Домингеса «Ваши деньги или ваша жизнь». Авторы описали метод разумной экономии и формирование подушки безопасности ради того, чтобы уйти с работы и начать жить в свое удовольствие. Сегодня так называемые ранние пенсионеры стремятся не просто бросить работу, а как можно скорее достичь финансовой независимости от работодателя. Это актуально в том числе для представителей тех профессий, где выражена возрастная дискриминация. Ведь после определенного возраста трудно найти хорошую работу. А также для тех, кто просто не хочет быть зависимым от определенного графика, сложных или неинтересных задач, личности начальника и других особенностей работы в найме. Бытует мнение, что адепты Fire 35 живут на хлебе и воде, стараясь сэкономить каждую копейку. Не стоит путать разумное потребление со скупостью. Это совершенно разные вещи. Разумное потребление – штука очень хорошая, особенно когда мы умеем планировать свои траты на месяц и дольше, рассказывает один из первых ранних пенсионеров в России Андрей Бабинцев. О том, что конкретно нужно делать, чтобы выйти на пенсию в 35 лет, я расскажу далее. Но перед этим попрошу вас, будущие миллионеры, поддержать это видео своим лайком. Раньше начнешь, быстрее закончишь. Сообщество Fire призывает с молодости активно зарабатывать, оптимизировать траты, много откладывать и инвестировать. Оптимальным считается накопить запас, покрывающий 30 лет расходов. А после выхода на заслуженный отдых участники движения пользуются правилом 4%, согласно которому на пенсии можно ежегодно снимать со счета до 4%. В них должны входить только доходы от дивидендов, а трогать основное тело капитала не стоит. Тогда можно не бояться, что деньги закончатся при жизни их владельца. Стоит отметить, что одним из основных методов достижения ранней пенсии, по мнению многих участников, является именно агрессивная экономия. Суть ее очень проста. Во-первых, придется максимально уменьшить расходы. Во-вторых, уровень накоплений нужно поднять до 50% от вашего дохода. Такого уровня жизни в СНГ добиться невероятно сложно, но при этом не требуется жить в таких условиях постоянно. Достаточно будет трех месяцев. Затем накопление следует начинать инвестировать, утверждает Андрей Бабинцев. Тот, кто ищет, всегда находит. Участники движения FIRE считают, что их главным капиталом является время. То есть, чем больше минут уделить заработку, тем дольше вы будете на пенсии. Перед тем, как откладывать значимые суммы со своей зарплаты, стоит реалистично оценить свои возможности. И в случае, когда значительные накопления наносят ущерб вашему моральному состоянию, начинайте думать, как увеличить заработок. Вторая работа или небольшая подработка – это самый простой вариант наращивания процента накоплений. Пожертвовав отдыхом или личным временем в молодом возрасте, у вас будет возможность жить роскошной жизнью после 35. К тому же важно еще раз подчеркнуть, что такие жертвы временные. Все зависит только от того, как быстро вы начнете инвестировать деньги и приумножать их пассивно. Тем более, современные тенденции позволяют играть и зарабатывать на этом. Такой подход называется Play to Earn и становится все более популярным в мире. Но среди множества проектов стоит выбирать те, что внушают доверие своими делами и достижениями, а не только громкими словами. Например, игровая площадка, построенная на блокчейне Binance Smart Chain – Moon Nation. Это многообещающий проект, который скоро запустит собственную игру Moon Nation Game, а также платформу Moon Nation Bridge, что станет своего рода магазином игровых приложений как Steam, только в мире криптовалют. Они, кстати, реально являются партнерами Steam. Еще команда может похвастаться партнерством с Chainlink – это ведущий поставщик блокчейн Оракулов. Благодаря ему проект будет обмениваться данными с реальным миром. Moon Nation Game уже доступна в бета-версии. Ее можно скачать и поиграть лично. А в конце апреля планируется выход приложения на андроиде. Это космические приключения про колонизацию планет, в которой оружие, снаряжение и транспорт в виде NFT-токенов. С их помощью игроки смогут получать приличный доход. Добавлю, что помимо будущего агрегатора для блокчейн-игр, создатели разрабатывают целую метавселенную, как Цукерберг сейчас делает с Facebook. Под видео оставлю ссылку на русский чат проекта в Telegram, где можно узнать про все его возможности и следить за анонсами. Ищите разные способы пассивного дохода заранее, чтобы не беспокоиться о деньгах на пенсии и жить в свое удовольствие. Мотивация целью Главный враг движения Fire сегодня – это инфляция. Нужно понимать, что выход на пенсию – это в первую очередь игра с числами. Потому прежде чем приступать к плану досрочного выхода на заслуженный отдых, важно иметь в виду конечную цель. Можно подсчитать, сколько времени нужно работать, чтобы потом отдыхать один год, если откладывать определенную часть дохода, а все остальное тратить. Предположим, что доходы и расходы постоянны. Тогда, не учитывая доходность инвестиций, расчеты покажут следующее. Откладывая 25% в месяц, вам нужно 3 года работать, чтобы затем год отдыхать. Откладывая 50% в месяц, вам придется уже работать год, чтобы затем год отдыхать. Откладывая 75% в месяц, работать придется 4 месяца, чтобы затем год отдыхать. Цифры помогут вам не только понимать, ради чего стоит пойти на определенные жертвы, но и будут мотивировать вас не отступать от заданного курса. Риски и скептики Одно из главных заблуждений гласит, что ранняя пенсия доступна только для богатых, то есть тех, кто имеет доход существенно выше среднего и может безболезненно откладывать большую его часть. Но участники движения уверяют, что это не так. Необходимо лишь иметь базовое понимание финансовой грамотности, а также терпение и дисциплину. Я согласна, что для многих ранняя пенсия недостижима, но заработок тут ни при чем, утверждает одна из участниц движения FIRE в России Мария Коснова. Можно также отметить, что хотя правило 4% работало многие десятилетия, нет гарантии, что оно будет обеспечивать такую же отдачу и дальше. Рассчитав сумму по правилу 4%, вы также можете учесть прирост личного потребления. Но растет он не очень быстро. За 10 лет моя сумма увеличилась до 5%. В остальном, если ваши расчеты правильны, а отложенных денег хватит на 20-30 лет с учетом инфляции, утверждает Александр Елисеев. Состоящий в движении FIRE с 2012 года. Но при всех плюсах идеи раннего выхода на пенсию, стоит упомянуть и о ее минусах. Например, синдром отложенной жизни, когда доходы недостаточно велики, а экономия жесткая. Тогда качество текущей жизни может серьезно страдать, а лучшая жизнь так и не наступит. Один из рисков FIRE – оказаться в плену иллюзии, что все можно предусмотреть и рассчитать, считает ведущая подкаста о личных финансах калькулятор Наталья Грибуля. В 2017 году она 12 месяцев следовала правилам FIRE, а откладывала 50% дохода и накопила 1 миллион рублей. «Я не готова слишком серьезно воспринимать любую долгосрочную, пусть даже и очень детальную, финансовую модель. Реальность всегда оказывается намного сложнее таблички в Excel», – рассказывает Наталья. Негативное отношение к сообществу высказала также и заведующая Центром комплексных исследований социальной политики Оксана Синявская, сказав, что в России FIRE выглядит как нечто из совершенно другой реальности. «При откладывании не менее 50-75% зарплаты по методу FIRE не очень понятно, на что человек будет жить». «Если человек живет с детьми, у него есть престарелые родители, которые нуждаются в уходе, то очевидно, что его текущие расходы будут намного выше», – говорит Синявская. Будущие миллионеры, пишите в комментариях свое мнение о движении FIRE 35, а также было бы интересно узнать, какая сумма денег нужна вам, чтобы досрочно уйти на пенсию. Помните, что лучшие комменты окажутся в следующем видео. Всему свое время Не стоит злиться или расстраиваться, если движение FIRE 35 вам не подходит. Важно понять, что вся суть такого пути к богатству – это в первую очередь приношение в жертву личных желаний и интересов. На определенное время. Если вы к этому готовы, то действительно добьетесь успеха. Иначе стоит просто почерпнуть полезные инструменты увеличения богатства, такие как инвестирование и накопление. Кстати, они не единственные. О том, как умножать свои деньги без особых проблем, я как раз рассказывал в прошлом ролике на канале. Он уже на ваших экранах, и вам остается только нажать на него. Так что не переключайтесь. С вами были заметки миллионера. Ты станешь богаче. Субтитры создавал DimaTorzok